Здравствуйте, с Вами Евгений Карташов и мы продолжаем знакомство с конвертером Adobe Camera RAW 7. В этом уроке мы рассмотрим регулятор контрастности. В русской версии он называется контрастность, а в английской соответственно контраст. Действие этого регулятора практически аналогично S-образной кривой в фотошопе, которая поднимает контраст в основном в области средних тонов. Можно посмотреть это на гистограмме. Как видите, если мы будем передвигать этот регулятор, гистограмма у нас несколько раздвигается, то есть яркость пикселей больше смещается к крайним положениям. В результате средние тона, которые были светлее 50% серого, становятся более светлыми, а темные более темными. Так работает классическая S-образная кривая. Но в новой версии Adobe Camera RAW регулятор контраста работает несколько по-другому. Это та же S-образная кривая, но центральная точка ее как бы смещена в область светлых тонов. То есть в результате воздействия на светлые тона будет меньше. Особенностью действия регулятора контраст является некоторое повышение насыщенности и упрощение, а также огрубление цветовых переходов. Это особенно заметно на коже. Давайте сейчас немного увеличим. В исходном варианте, как видите, здесь все нормально. Цветовые и тоновые переходы отображаются корректно. Если мы будем поднимать контраст до определенной степени, все будет нормально. А затем цветовые и тоновые переходы начнут ломаться. Как видите, здесь появляется пастеризация, градиент ломается и появляется чрезмерная насыщенность. Если мы будем убирать контраст, то у нас наоборот. Переходы станут более мягкими и здесь мы увидим более тонкие цветовые оттенки. Таким образом, если картинка у вас исходно чрезмерно контрастная, можно попытаться улучшить ее, если немножко прибрать контраст. Но в том случае, если вы пользуетесь увеличением контраста и у вас чрезмерно возросла насыщенность, можно ее слегка убавить регулятором насыщенности. Это несколько сгладит вот такую пережаренность в области тоновых переходов. Таким образом, работать вот этим регулятором контраста следует в разумных пределах. Я здесь не имею в виду различную творческую обработку, тонирование и прочие вещи, которые можно делать в Adobe Camera Raw. На них это не распространяется. Там контраст может принимать как экстремально отрицательные, так и положительные значения. На этом мы заканчиваем знакомство вот с этими регуляторами, которые выполняют настройку тонового диапазона изображения. Я хочу сказать несколько слов о том, как нужно конвертировать картинку для дальнейшей обработки. Если вы планируете основную обработку производить в программе Adobe Photoshop, то следует придерживаться следующих правил. Картинка должна быть мягкой, не очень контрастной и с некоторым запасом в области цветов и теней. Чтобы можно было в Photoshop, например с помощью поканальных кривых, увеличить контраст в значимых областях и при этом не бояться потерять детали в самых светлых и в самых темных областях. Что я имею ввиду? Давайте проверим картинку на наличие засветок и также ограничений в тенях. Как видите, здесь их нет. Вот этот вылет на фоне я не считаю за отсечку, так как фон здесь чисто белый. Теперь можно проверить значение на коже. Увеличиваем. Наводим курсор. Смотрим вот сюда. В самых светлых областях значение 247. Для дальнейшей обработки это будет слишком много. Если мы начнем повышать в Photoshop контраст с помощью поканальных кривых, мы вполне можем получить здесь отсечку в каком-то из каналов. Поэтому здесь можно немного уменьшить значение экспозиции. Проверить значение на коже. Если этого мало, то пользуемся регуляторами цвета и белые. Как видите, кожа немножко подтемнилась. И также можно слегка уменьшить контраст и подтянуть тени. Как видите, мы получили менее контрастную картинку, чем она была в оригинале. Но с этой картинкой можно уже безбоязненно работать в Photoshop, не боясь того, что мы можем где-то потерять детали на коже или потерять детали в темных областях при повышении контраста. Если же наоборот, на выходе из конвертера вы стремитесь получить изображение, с которым практически ничего уже делать не надо, за исключением легкой доработки в Photoshop, то здесь уже следует использовать функционал Adobe Camera Raw по максимуму и, соответственно, выставлять точки белого, черного, использовать инструменты локальной коррекции для того, чтобы привести картинку уже практически к готовому виду. В Photoshop затем останется только подчистить некоторые места, где-то расставить акценты и повысить резкость. То есть потребуется минимум обработки. На этом все. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках.